Число корень из 2, или золотое сечение, ну, соответственно, корень из 5, или корень из 3, или корень из 6, это все иррациональные числа. Ну, вообще, если понимать основную теорию арифметики, то совершенно ясно, что когда у вас есть корень из числа 2020, то если бы он был предстоит в виде дроби, то при возведении в квадрат мы получили бы, что 2020, это есть а в квадрате разделили на b в квадрате. А значит, по основной теории арифметики, а должно делиться на b, потому что иначе делить будет просто не целое число. А значит, 2020 должно быть квадрат. Но раз оно не квадрат, то корень из иррациональное число. То есть, не обязательно писать конкретные числа, квадратный корень, да прочее, кубический, как вы хотите, либо извлекается нацело из натурального числа, либо дает иррациональность. Это понятно. Но, понимаете, можно дать красивые картинки, основанные на идеях Евклида, именно для вот этих чисел. Это имеет, конечно, исторический интерес, педагогический, но, наверное, это стоит знать. Рассуждение не такое. Представьте себе, что корень из двух удалось записать в виде отношения двух натуральных чисел. В таком случае, возводя этот квадрат, мы получаем, что 2b в квадрате – это а в квадрате. Отлично. Что это значит? Значит, есть квадрат, который по своей площади, квадрат с целой стороной, который по своей площади равен удвоенной площади квадрата, который тоже с целой стороной. Так? Отлично. Представляете, нарисуем. Нарисуем квадрат со стороной а в квадрате и в нем рисуем квадрат со стороной b в одном углу и в другом углу. Вот это вот b в квадрате, и это тоже b в квадрате. Единственное, я лишь криво нарисовал, потому что 2b в квадрате равняется а в квадрате. И вот площадь, которая в два раза покрыта, должна равняться сумме непокрытых. То есть, на самом деле, я чуть-чуть глазомер отказал, b будет чуть-чуть побольше. Вот примерно так это будет выделено. Важно. Вот это непокрытые куски, а этот кусок покрытых дважды. Поскольку выполняется вот эта равенца, то сумма площадей вот этих двух одинаковых квадратов равна площади этого квадрата. И что же у нас произошло? Раньше было вот такое вот равенство. А теперь, между прочим, вот этот квадрат со стороной а минус b. А здесь надо из b вычесть а минус b. То есть, будет 2b минус а. Это ведь целые числа. У нас была картинка, где квадрат равнялся по площади сумме двух одинаковых. И мы получили опять вот этот квадрат по площади равен сумме этих. Если вы очень любите аудиторию, то надо было записать так. 2b минус а в квадрате, площадь вот этого квадрата. Это есть двойка, умноженная на а минус b в квадрате. Ну, давайте проверим, почему без такого равенства. Здесь получится 4b квадрат минус 4ab плюс а квадрат равняется 2а квадрат минус 4ab плюс 2b квадрат. 4ab исчезает а квадрат, то есть 2b квадрат, то есть 4b. Все идеально. Вот такое доказательство. Если вы хотите аналогичную вещь рассказать для корней из трех... Корень из двух равняется отношению натуральных числям? Да, да, да. Мы доказываем нерациональность корня из двух. Метод на протекло. Аналогичная вещь для корней из трех. Представьте себе крайний треугольник. Если бы корень из трех равнял соотношению двух натуральных чисел, то 3b в квадрате равнял 2 в квадрате. И мы могли бы сделать такую замечательную вещь. Взять треугольник со стороной а и внутри него нарисовать равносторонний треугольник со стороной b. Ну, наверное, давайте так. Вот это не покрытая площадь, а это, наоборот, дважды покрытая. Сумма площадей дважды покрытых равна непокрытой площади, потому что сумма площадей вот этих трех треугольников равна площадь большому звуку. Опять получился бесконечный спуск, потому что вы понимаете, что вот этот вот отрезочек это 2b минус а. Наверное, опять интересно посмотреть, как же это будет в виде формулы. Смотрите. Вот здесь 2b минус а. Вот если это умножить на 3, потому что их 3, это должно оказаться равно вот этой площади. Давайте поймем, что вот этот вот так. Вот этот вот отрезок b, из него надо вычесть вот этот. Но этот мы уже знаем, это 2b минус а. И надо еще раз вычесть этот. То есть надо из b два раза вычесть 2b минус а. Понятно, что получается 2а минус 3b. Ну, опять, если раскрыть все скобки, то из этого равенства это будет следовать. Потому что, в принципе, это можно рассказывать и алгебраически. Но на картинке, конечно, симпатичнее. Так, давайте теперь... Ну, про куринческий шестиугодник довольно тяжело рисовать правильный. Золотое сечение, конечно, я могу легко нарисовать. Что такое золотое сечение? Это отношение длины диагонали правильного пятиугольника к стороне. Давайте обозначим длину стороны, скажем, а, длину диагонали b. Ну, во-первых, надо понять, почему же там один прискорием из пяти пополам. Это очень легко. Достаточно провести вот эту вот диагональ. Тогда здесь параллельно, здесь параллельно, поэтому возникает, на самом деле, возникает ромб. Вот эта вот была диагональ b, стала вот этот отрезок b-а. И, смотрите, поскольку все диагонали равны у правильного пятиугольника, то вот здесь тоже b-а. И вот этот вот отрезок диагонали, это b. Значит, возникает два подобных треугольника. Такой и такой. Отлично. Отлично. Значит, b разделить на а, это отношение сторон вот этого треугольника. Это то же самое, что а разделить на b минус. Вот это знаменитое уравнение для золотого сечения. С ним очень легко разобраться. b в квадрате минус а, b это а в квадрате. Значит, делим на а в квадрате обе части и получаем такое уравнение. b в квадрате разделить на а в квадрате минус b разделить на а равняется единице. Теперь давайте b разделить на а подозначим буквой х. И мы получили квадратное уравнение. х квадрат минус х минус 1 равняется 0. то есть, х минус 1 вторая в квадрате минус 1 четвертая минус 1 это 0. Значит, х минус 1 вторая в квадрате это 5 четвертых. Значит, х минус 1 вторая х у нас, начнете, больше 1 вторая, потому что b больше чем а. Это корень из пяти разделить на два. Значит, х это единица плюс корень из пяти попала. Вот это и есть золотое сечко. Замечательно. Теперь давайте подумаем, в чем же состоит алгоритм рифглида, когда вы берете два числа, а и в, в шаг, и делаете один шаг. Ну, понятно, в чем. Были числа B и A. B будет больше, чем A. B диагональ, A сторона. Заменяете их на два числа. А именно B минус A и A. Смотрите, на этой картинке B минус A, B минус A, а вот это A. А это опять диагональ и сторона вот такого правильного пятиугольника. понимаете, да? Надо дорисовать, и получается вот такой вот правильный пятиугольник. Он меньше по размерам, чем вот этот, но это тоже правильный пятиугольник. Почему? Потому что, когда у вас есть такой треугольник, по нему однозначно строится правильный пятиугольник. Соответственно, по меньшему, но подобному ему у вас строится следующий. Вот таким образом получается, что алгоритм Евклида работает для золотого сечения. Продолжение следует... Продолжение следует...